Всем привет! И снова вы на канале ДРТ Клаб. Сегодня мы продолжим тему натурального питания собак. В прошлый раз я рассказывала о повседневном меню нашего Джека. Если вы пропустили этот ролик, ссылочку на него я оставлю в описании к этому видео. А вообще, если вам интересна тема натурального кормления собак, обязательно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Сегодня речь пойдет о продуктах, которые я добавляю Джеку в пищу в качестве натуральных добавок. Их достаточно много. Что же это за добавки? Смотрите дальше. Начну с того, что я никогда не добавляю Джеку в еду все добавки сразу. Я их чередую. Например, сегодня в одно кормление я положу ему один вид добавки, завтра другой. Ну а если вы пропустите день или два и не положите в миску с едой никакой добавки, ничего страшного не произойдет. Начнем с яиц, а именно с перепелиных яиц. В яйцах содержится большое количество аминокислот и минералов, а также витамина А и Д. Добавляя в еду яйцо, вы можете также добавить туда яичную скорлупу. Но добавляйте в еду именно скорлупу от перепелиных яиц, она гораздо мягче и нежнее. Если собачка не хрумкает скорлупу целиком, то можно ее размельчить вот так, как это делаю я. Семя льна. Оно обладает способностью очищать организм от вредных токсинов. Кроме того, оно обладает противоглистным действием и способствует выведению из организма паразитов вместе с их выделениями. Все сыпучие добавки я храню вот в таких баночках. И чтобы не забыть, что у меня там лежит, внутри у меня всегда находится бумажка с названием. Семя я просто добавляю джеку в еду, но буквально одну небольшую щепотку. Пророщенные семена злаков. Я тоже всегда добавляю их джеку в еду. У меня всегда разные злаки. Ну вот сейчас пшеница. Семена являются отличным источником клетчатки и способствуют хорошему функционированию пищеварительной системы. Я не буду рассказывать, как их необходимо проращивать. Обычно в инструкции все об этом подробно написано. Пророщенные семена я не только добавляю в еду джеку, но мы их и сами с удовольствием едим, добавляя в различные салаты. Ламинарии или сухая морская капуста. Это незаменимый источник йода. Йод оказывает успокаивающее действие на легко возбудимых собачек. Но помните, поступая в организм, йод не только улучшает качество шерсти, но и способствует ее пигментации. Поэтому если у вас, допустим, собачка с рыжим или темным окрасом шерсти, то после употребления морской капусты шерсть приобретет более яркий и насыщенный цвет. А вот белоснежные собачки также рискуют приобрести желтоватый оттенок. Поэтому бельчатам сильно налегать на морскую капусту не следует, особенно перед выставкой. Отруби. В них содержится большое количество клетчатки. Некоторые скажут, зачем собаке клетчатка, ведь она плохо усваивается организмом. Да, плохо. Но именно клетчатка способствует быстрому расщеплению животного белка. Именно нерастворимые волокна транзитом проходят по кишечнику, всасывают в воду шлаки, тем самым способствуя его очищению. Поэтому 2-3 раза в неделю несколько шариков в еду очень даже окажутся полезны для вашей собачки. Одни из самых полезных добавок – это добавки, являющиеся источниками жирных кислот, таких как омега-3, 6, 9. Я не буду подробно рассказывать о всех полезных свойствах этих добавок, потому что этих свойств масса. Я добавляю Джеку в еду лососевое масло, масло сельди, рыбий жир. Лососевое масло я и сама употребляю, ну, буквально по пол чайной ложки, это очень полезно. А вот масло сельди, оно обладает специфическим, мягко говоря, запахом, но Джеку очень нравится. Буквально несколько капель в еду 4-5 раз в неделю, и вы сами увидите, как ваша собачка станет чувствовать себя лучше, как у нее улучшится качество шерсти. Ну, в общем, очень полезная добавка, особенно она хороша для тех собак, которые едят мало рыбы. Растительные масла. Их также можно включать в рацион собачки. Подсолнечное, оливковое, льняное. Они улучшают пищеварение и предотвращают возникновение запоров. Семечки тоже очень полезны. Семя тыквы, подсолнечника. Они улучшают пищеварение, улучшают эластичность сосудов. Целые или молотые ядра можно добавлять в еду собаки 2-3 раза в неделю по пол чайной ложки. Ну и, наконец, мед. Все знают о полезных свойствах меда. Мед рекомендуют давать собачкам 1-2 раза в неделю. Обычно я добавляю Джеку мед в еду в молочное кормление. Противопоказанием к применению является индивидуальная непереносимость собачкой этого продукта. Если вы будете добавлять своему песику в еду эти добавки, то он точно будет доволен. Ну вот, сегодня я рассказала, какие натуральные добавки я предлагаю Джеку. В следующий раз я расскажу о том, какие натуральные вкусняшки и лакомства я предлагаю Джеку в виде угощения. Речь пойдет не о покупных, не о магазинских вкусняшках. Вы спросите, что же это? А об этом вы узнаете в следующем ролике. И чтобы его не пропустить, обязательно нажимайте на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok